всем привет короче говоря для дальнейшей разводки электрики на кухне я решил собрать кухню ну собрать модули чтобы понимать что откуда и куда и где и что дальше тянуть конструктор лего для взрослых в принципе ничего сложного контура меня прям очень радует но это как бы кромка тонкая но так в целом огонь херачим и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 и вот такой вот штукой соединиться как бы так не было запланировано но так получается и на самом деле даже тема то есть размер столешницы будет чуть больше так чё дальше мне нужно электрику меня чё получается так три на два с половиной заходит сюда здесь будет варк кофеварка и чайник и две розетки над рабочей поверхностью потом следующий кабель зайдет 5 на два с половиной запитается варочная индукция одна фаза там останется свободно она отойдет на холодос и на микроволновку и третий кабель зайдет три на два с половиной отдельный на 16 амперный автомат на духовой шкаф как-то так вот освещение я сюда завел распред коробочка и кабель-канальчик здесь люстра там люстра и выключатель выключатель даже здесь будет удобнее поставить все надо мне сейчас это раскинуть и можно будет дальше продолжать заниматься кухня так я раскинул электрику это на микроволновку на духовку это на холодильник это над варкой здесь распред коробка для подключения индукция все тут еще под запилил чтобы все заходило единственное здесь двигается не страшно потому что у меня здесь есть свобода действия скажем так что поэтому продолжаем дальше монтаж кухни у меня уже тут просверлено они между собой уже были скреплены выставлены и стягивали струбцами и сейчас опять их подгоняю стягиваю выставляю по уровню здесь я джпшку вообще убрал она здесь в принципе абсолютно лишнее нужно будет сверл засверлиться еще полтинником под фонину здесь получается фонину надо будет не в самый пол а поднять и поставить косой тройник и сделать два вывода под мойку и под посудомоечную машину батареечки потихонечку мне уже начинают садятся садиться без отдых освещение предусмотрел здесь розетки здесь такие розетки нужны телевизор телевизор это можно будет запитаться с коридора все равно здесь что-то еще будет либо можно будет запитаться от розетки холодильник вот так продернуть сюда то есть это уже не проблема продолжаем монтаж кухни а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, вытяжку запитаю я отсюда Посудомойку вот здесь продлю Вот так вот чик подключится туда вниз Под цоколь кухни И розетка будет под этим ящиком стоять Чтобы за самой посудомойкой ничего не было И там еще раз предкоробочку сделаю Чтобы сделать светодиодное освещение Под подвесными ящиками И тем временем я просверлил полтинником Просверлил цоколь И засунул уже канализационную трубу Подключать не стал Это потому что нечем подключать Последний крайний коротыш полтинника остался А муфтами соединять я не хочу Сейчас спилим подоконник Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Так монтирую потихонечку Сейчас выкатухи все соберу до конца Все ящики И потом уже начну заниматься Креплением столешницы И все жестко зафиксирую Потому что непонятно по фасадам Как бы там на картинках Не указаны конкретные размеры Тех фасадов, которые вот сюда идут и сюда Поэтому я решил все короче собрать Один хрен это все надо делать И потом уже заниматься по плану Потому что вот с этими двумя пеналами пока не совсем все ясно Сейчас когда у меня все закончится Тогда будет понимание Ладно, продолжаем сборочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как самый сложный ящик я собрал Больше всего времени на него ушло Потому что там разметка, сверление Единственное затупил я Надо было его правее двигать На толщину фасада Потому что здесь будет еще фальш панель И здесь будет фальш панель Как-то так Новый день Сделал освещение в коридоре Поставил датчик Получается один светильник Вот этот от датчика При этом можно его принудительно включить на постоянку То есть в этом положении он будет гореть постоянно А второй светильник с клавиши Разделил на три равных части А здесь вот это расстояние пополам Каждая вот эта лампа рассчитана на 20 квадратов Света достаточно Здесь на кухне будет две люстры Вот такая более мощная Она у нас Так На 78 ватт Она будет здесь Вот я уже разбил на три части И пополам Вот поставил крестик Это получается более мощная Будет здесь Над кухонной зоной И вторая Вот такая послабже Она на Это 52 ватта Это 78 ватт И рассчитаны на они на освещение Что-то в районе по-моему 20 что ли квадратов Или около того Ну как раз то что мне надо Вот это будет над обеденной зоной Вот там вот С каждой она с пультом Но так или иначе Я все равно повешу на клавишу Не знаю пока еще не решил На две клавиши Или на одну Но скорее всего на одну Потому что Управляться я думаю Она будет все равно По большей степени с пульта Потому что люстра памяти не имеет И она от клавиши Будет включаться Рандомно А режимов тут у нее Очень-очень Много Тем временем Освещение в коридоре у нас Четко отрабатывает Так продолжаем Сейчас делим там Я пользуюсь дальномером Для удобства Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тянем кабель-канал Короче не удержался Я и замострякал еще розеточку сюда Ну такая легенькая На 10 ампер На полтора Висит Добил Пенал Установил задние стенки Снизу и сверху Сверху Выпил Сделал Под Кобелюку Как бы Собственно Останется Вот розеточку Под пылесос Поставить Ну уже При наличии пылесоса Потому что Я не знаю Как он стоит Будет Не будет мешать Куда ее Левее Правее Вот Здесь Так вот Там запитается Вытяжка С пультиком Все четко Регулируется Теплота Приглушить можно Такой ночничок Ну короче Мне прямо Она вкатывает И света Достаточно Для того Что еще будут Светодиодные Ленты Под вот Этими шкафами Так Что Продолжаем Дальше Подключаем Вот эту люстру Так Ну вот И вторая Готова Свету просто Ураган Вот Она Рандомно Включается То есть Режимы Меняет И тут Так же Короче Шеклайн Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Шкафы оба повесил, фальш-панели повесил Так вот это выглядит Там мало-мало подрегулировал Но остается ручки присобачить Суть в чем, в принципе, достаточно один раз увидеть Один раз собрать и это на всю жизнь То есть с первым я там попарился Второй собрал вообще там минут 15, наверное, минут 20 И так же с подвесами Один раз надо повесить и это на всю жизнь Потому что там есть какой нюанс Вот она, один рейка вот эта вот для подвеса Я как бы что подумал, что ну как-то вешается в край сюда А оказывается Наглядно покажу То есть если повесить ее вот так вот То тогда шкаф не прижмется вплотную к стене Вешается именно вот эта выступающая часть Она должна быть вот То есть мы одну рейку закрепили Отняв вот это расстояние Да, ну или с фальш-панелью То есть по центру И потом межцентровое замеряем Там чуть меньше 56 сантиметров Где-то 55 и 8 Ну это для шестидесятки И вторую так же крепим Собственно и все Потом на самих подвесах Есть вот эти желтые защелки Их надо туда загнать Там рычажочек есть с обратной стороны На время подвеса Эти выкрутить сюда То есть когда повесил Затянул, отрегулировал плоскость И вот этим желтеньким Вот он туда-сюда Фиксируется получается Вот это один рейка так называемая Ну или как она там называется У мебельщиков я по-правильному не знаю А, тем временем у меня закончились саморезы 25 Но у меня есть межсекционные стяжки Вот такие мебельные Я начал стягивать вот эти два пенала между собой Подогнал их по низу Стянул струбцинами То есть вот эту фасадную часть стянул Сейчас обратную сверлю сверлом пятеркой Сверлю пятеркой по металлу Потому что по дереву Разрывает ДСТ Ну второе Так что Крутим, вертель дальше Так что потом еще вот какой нюанс вот этот финал который будет техникой он будет достаточно нагруженный поэтому ножки я прикрутил на саморезы то есть она опирается и сюда и получается на вертикальную стойку а так как здесь сделано не совсем правильно в том плане что ведь эти вертикальные стойки они по идее бы должны опираться на основание но здесь сделано вот таким вот образом через эксцентрики и то есть вся техника все будет давить вот на вот это вот основание понимаете да и у человека я увидел все это дело обвалилась но у него не было прикручено центральных ножек мы быть может это было причиной поэтому мы стягиваем стяжками ножки прикручиваем саморезами вверх естественно прикручиваем и еще дополнительно несколько уголков по периметру вот этого всего пенала мы тоже прикручиваем непосредственно к стене плюс он стянут с этим пеналом жесткость будет и плюс здесь будет фальш панель которая будет опираться на столешницу это тоже придаст какую-то дополнительную свою жесткость и в принципе я думаю этого будет вполне себе достаточно чтобы выдержать духовой шкаф и микроволновую печь чтобы нибудь ничего не произошло так как произошло то о чем я говорю вы можете увидеть в комментариях к этой вот колонии который стоит 8 с лишним тысяч на сайте леруа и там человек предоставил фотографии но на тех фотографиях как раз не увидел чтобы не были прикручены ножки и что у него по центру стояли ножки этого я не увидел и плюс у него пенал как бы такой отдельно стоящий был он к чему-то еще у него прикручен не был тоже остается как бы под вопрос но факт остается фактом что вот этот пенал нужно дополнительно закреплять плюс ко всему вот эти полки до которые идут тут две идут с эксцентриками полка держатели да две идут вот под такие полка держать я заказал эксцентрики то есть вот такого плана до двадцаткой сверлом я высверлю и посажу и затянется то есть это тоже придаст дополнительную жесткость то есть в таком вот виде оставлять однозначно не стоит плюс здесь вот это вот открывалка понятно я там как бы с той стороны приколотил она сейчас за счет этого как бы пожестче держится но когда она сядет сюда это все будет намного жестче вот как нежели как здесь по инструкции там вообще вот эта штука должна стоять вот там но она там точно не нужна и никакой особой жесткости она не придаст поэтому там сзади двп это это здесь здесь соответственно просверлится под полка держатели с эксцентриками но такого плана такие нюансы что еще по нюансам что еще по нюансам здесь посуда мойка 60 соответственно шкаф этот выдвинется сюда и этот момент я скомпенсирую получается барная стойка я здесь станет фальш панель вот этого вот у меня нога и вот у меня два таких вот усиленных уголка прикрутиться к стене плюс нога и плюс барная стойка будет опираться еще вот на вот эту вот на вот эту боковую часть вот этого шкафа опять же этого будет с головой вполне себе достаточно я думаю можно будет даже по ней ходить но ходить однозначно точно не стоит потому что сделано неправильно в том плане про который я уже только что сказал что вот эти вот вертикальные стойки на которые идет вся нагрузка да они бы по идее должны были стоять на основании но здесь сделано наоборот основание внутри и с помощью эксцентриков и шкантов оно связано между собой и то есть вся нагрузка идет вот на вот это вот дсп то есть она стремится туда вниз а это при этом останется на своем месте и все это то есть не неправильно вот эти вертикальные части они стремятся вниз а это останется стоять как бы на ногах это прям в расчет заводской жесткий не знаю думали они об этом не думали но хотя здесь где мало нагруженная часть может этого в принципе как бы и достаточно хотя я уже сегодня по ней лазил при том что она у меня была даже не закреплена ни к стене никуда ничем я только-только участок начал выставлять уровень чтобы здесь вот эту щель за силиконе сюда вставить соединительную планку сюда резануть тоже ставить все это дело за силиконе а и 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